В эти праздничные дни историческое здание центрального вокзала Вашингтона Union Station традиционно украшено огромными венками, бантами и сотнями мерцающих гирлянд. А вот церемония зажжения огней на самом главном праздничном атрибуте рождественской елки имеет интересную многолетнюю традицию. Вот уже 21 год подряд в главном холле вокзала устанавливают 10-метровую елку. Это подарок посольства Норвегии, американской столице, в знак признательности за ту помощь, которую США оказали этой скандинавской стране во время и после Второй мировой войны. Год Юл – так по-норвежски звучит с Рождеством. Именно с зажжения норвежской рождественской елки на Union Station в Вашингтоне неофициально стартует сезон зимних праздников. Это событие вот уже многие годы привлекает сотни туристов и жителей американской столицы. Дерево украшают более 20 тысяч огней, сотни снежинок, а также американских и норвежских флажков. Церемония началась с традиционных рождественских песнопений, а продолжилась выступлением норвежского певца Джардера Йоханссона, который в эти дни находится в США с праздничным гастрольным туром. Я здесь уже во второй раз. Я невероятно счастлив снова сюда вернуться. Я благодарен посольству за приглашение поучаствовать в таком большом событии. Огни на елке зажег по традиции посол Норвегии в США Карри Ас. Поздравительная речь посла касалась не только самого Рождества, но и американо-норвежского сотрудничества в сфере экономики. Норвегия создала почти полмиллиона рабочих мест в США. В каждом из 50 штатов норвежские компании имеют представительство, либо занимаются инвестициями в местные проекты. Возможно, вы здесь задаетесь вопросом, какое отношение это имеет к Рождеству. Напрямую никакого. Однако это – пример одной из тех сфер, где интересы двух стран тесно переплетены. Затем настал черед норвежского Санта-Клауса и его жены Миссис Клаус, которые раздавали детворе рождественские подарки. В интервью «Голосу Америки» посол Норвегии поделился своими планами на предстоящее Рождество. Этот праздник я, как и многие другие, проведу в кругу семьи и друзей. Для меня это также возможность отдохнуть и подумать над тем, с какими проблемами мы сталкиваемся на глобальном уровне, и что мы должны сделать для того, чтобы их разрешить. Елка будет украшать главный зал вокзала до начала января.